Во время пандемии в защите нуждаются не только люди, но и братья наши меньшие. Закон об ответственном обращении с животными хоть и вступил в силу, но в нем еще много недоработок, считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Для обсуждения данной темы он провел онлайн-встречу с зоозащитниками. Огромное спасибо фракции и партии, потому что, ну скажем так, как-то так получилось, что это единственная зоозащитная фракция, инициатива исходила от фракции «Справедливая Россия». Олег Васильевич Шеин принимал самое активное участие. Хотя, конечно, потом известная партия, которую мы будем называть, она все заслуги хоть писала под посредин. Пакет поправок от партии «Справедливая Россия» был проигнорирован, и конечный документ сегодня не соответствует первоначальной идее. Закон 498 в их спиртных трубах называется законом о бездомных собачках, потому что туда будет включено исключительно домашние животные и бездомные. Если хозяйственные животные там забыли, то вы бракерные животные там забыли. То есть, получается, собака домашняя, к ней положено ответственное гуманное отношение, к собаке не надо видны, а питающие на той же территории, почему-то нет. Еще одна проблема – охотничьи лобби. Пока все заняты борьбой с коронавирусом, они продвигают проект о смягчении правил охоты. Сергей Миронов подготовил письмо в адрес президента Владимира Путина с целью предотвратить данные изменения. Речь идет как раз о попытке Министерства природных ресурсов внести изменения в действующие правила охоты, где действительно вновь вытаскиваются и самоловые для пернатых, и пневматика рядом с жилыми помещениями. Я прошу рассмотреть возможность, дать поручение внимательно оценить и более детально рассмотреть целесообразность внесения в законодательство вышеуказанных изменений, исходя прежде всего из задачи бережения биологического разнообразия и защиты животного мира. Предложения всех экспертов будут учтены, и в дальнейшем «Справедливая Россия» продолжит работу зоозащитниками над улучшением законодательства.